Показатели смертности от туберкулеза приблизились к значениям 1980 года, когда успехи в лечении этого заболевания были наиболее высоки. Медики отчитались перед журналистами о результатах работы противотуберкулезного диспансера. На 1 миллион жителей области примерно 470 человек больны туберкулезом. Недуг этот излечим и в прошлом году полностью поправили с 80% всех вновь заболевших. Что осложняет ситуацию. Некоторые родители по личным соображениям запрещают проводить у своих детей пробу МАНТУ. Ребенок сам попадает в зону риска и может заразить остальных детей. Что касается взрослых, за последнее время в разы возросло количество пациентов, которые одновременно являются носителями ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Для сравнения, в 2005 году таких пациентов было 5 человек, в 2013 уже 418. Диспансер никому не отказывает в лечении. Напротив, тех, кто не хочет проходить диспансеризацию, обязывают это сделать через суд, чтобы инфекция по региону не распространялась. Нередко туберкулез привозят мигранты. Всех прибывших в Ивановскую область обязывают пройти флюорографию. Соответственно, особую опасность представляют нелегалы. Кроме того, диспансер обследует на предмет заболевания туберкулезом работников крупных торговых центров и рынков. В том году мы посмотрели рынки, это рынок Сарментовой, посмотрели полностью. Мы в марте также и в этом году мы планируем осмотр рынка на Сарментовой. В прошлом году мы посмотрели наш рынок на Вилишске, наш центральный рынок. И в этом году мы также вот на днях выезжаем на этот рынок. Нас приглашают на этот рынок, потому что хозяин рынка понимает, что чем больше у него пройдет флюорографическое обследование, тем чище будет его рынок.